Всех приветствую! В ближайшие минуты о главных событиях танцевальный дуэт Александра Шинкаренко и Валерий Ангелопол распался. РИА Новости Спорт называет причиной разногласия с тренером. Фигуристы с декабря занимались под руководством Натальи Леничукова в Академии Евгения Плющенко. Журналист Владислав Жуков объяснил распад танцевального дуэта. Наталья Владимировна не могла сходу подобрать тренерскую команду, и после того, как не удалось сработаться с бывшими учениками Максимом Ставицким и Албеной Денковой, легендарный тренер и вовсе осталась одна. При этом Наталья Владимировна давно уже не работает в коньках, да и в технике не сказать, что прям очень сильный специалист. Леничук – это тончайший вкус и творческий взгляд. На этой почве у тренера и её единственной взрослой пары начали возникать противоречия. Всё началось с постановок программы, о чём, кстати, говорил после ухода из Тависки. А закончилось тем, что в какой-то момент пара начала прямым текстом говорить о необходимости наличия в команде ещё хотя бы одного тренера в коньках, потому что Наталья Владимировна физически не могла уследить за всеми. В свою очередь Леничук считала, что фигуристы недорабатывают и не исполняют её установки. Впрочем, и проблему с тренерами она, насколько мне известно, осознаёт, но полноценного решения на данный момент всё ещё нет. Так или иначе, со временем у фигуристов возникла мысль попробовать у другого тренера. Но всё уперлось в тёрке Валерия с Федерацией, из-за чего принято решение о распаде, написал журналист Владислав Жуков. Валерий Ангелопол прокомментировал распад дуэта. Меньше всего на свете я бы хотел навредить себе и твоей карьере. Иногда, чтобы сохранить что-то, надо просто отойти в сторону и не мешать. Кто-то скажет, надо было думать раньше, возможно, но иногда желание и отвага пересиливают все преграды. Жаль, что в этот раз не получилось. Слишком сильны были обстоятельства. Мы действительно очень старались. Друзья, мы не ссорились, это чистая правда. Антропометрия, травмы, контракты ни при чём. Я понимаю, что прошлый год и скандалы сильно сформировали определённое мнение, но в данной ситуации это не имеет никакого отношения. Спасибо тем, кто понимает и поддерживает, написал Ангелопол. Александр Шенкаренко высказалась о распаде дуэта. Мне безумно жаль, что ситуация повернулась именно так, и всё вот так быстро закончилось. Распад дуэта не был обоюдным решением, это стало для меня абсолютным шоком. Валера предложил мне встать в пару в один из самых сложных периодов моей жизни. Я поверил его горячим глазам и желанию доказать миру, на что он ещё способен. Но во время работы начали возникать трудности, которым он оказался не готов. Я в нас верила и была готова бороться до конца. Я ни в коем случае не собираюсь сдаваться, буду идти дальше, каким бы сложным ни был путь. Спорт – жестокая штука, всякое бывает, написала Шенкаренко. София Качушкина и Марк Волков тоже прекратили совместные выступления в «Танцах на льду». В прошлом сезоне дуэт занял 10-е место на чемпионате России. В марте стало известно, что они перешли из группы Александра Жулина к Анжелике Крыловой. Марк Волков сообщил, что покидает штаб Крыловой. «В какой-то день я пришёл на лёд, и Соня сказала, что берёт паузу в карьере. Я нормально отреагировал, шоком для меня эта новость не стала. Был готов к этому. На данный момент я покидаю тренерский штаб Анжелики Алексеевны Крыловой, но кто знает, что будет дальше. По поводу завершения карьеры ничего конкретного сказать не могу. Мне нужно время», – сказал Волков. София Качушкина ответила на вопрос о планах в карьере. Я считала и остаюсь в полной уверенности, что сегодня Анжелика Алексеевна Крылова и её команда являются самыми яркими и перспективными в фигурном катании. Конечно же, я планирую сохранить своё присутствие в этом штабе. Я не разделяю себя и фигурное катание. В настоящее время я максимально сосредоточена на новом этапе своей жизни – поступлении в высшее учебное заведение. В школе мне удавалось качественно совмещать и спорт, и учёбу. Закончила её золотой медалью и званием мастера спорта России. Я приняла решение получать высшее образование очно. Уверена в том, что у Марка всё будет хорошо, сказала Качушкина. София Самоделкина сможет выступить на чемпионате Казахстана, который пройдёт с 15 по 18 июля. В мае сообщалось, что Федерация фигурного катания России дала разрешение на переход в Самоделкиной в Казахстан. Александра Трусова рассказала, скучает ли по турнирам. В сезоне 2023-2024 спортсменка не участвовала в соревнованиях. Пока я катаюсь в шоу и на соревнованиях не выступаю. Я катаюсь в своё удовольствие. У меня есть две программы, которые поставили ещё в прошлом сезоне. Их и накатываю на тренировках. Само интересно, справлюсь ли с прокатом, говорит спортсменка. У неё спрашивают, а Евгений Плющенко не шутит, когда говорит, что пошлёт видео с тренировки Федерацию, чтобы заявиться на контрольные прокаты. Мне кажется, что никто ничего не снимал, а так посмотрим. Пока не готова ответить на этот вопрос, да и адресовать его лучше Евгению Викторовичу, отвечает спортсменка. У Трусовой уточняют, скучает ли она по соревнованиям или в жизни появились другие приоритеты. У меня сейчас разные интересы, чему несказанно рада. Пробую себя в разных сферах. Фигурное катание мне по-прежнему нравится. Выхожу на лёд каждый день, как и в те времена, когда соревновалась на высоком уровне. Не могу сказать, что непременно хочу выступить на каких-то соревнованиях, но вот адреналина в сегодняшней жизни не хватает точно, сказала Трусова. Александра высказалась о реакции на её публикации в социальных сетях про личную жизнь. У неё спросили, не раздражает ли её пристальный интерес к её личной жизни. Нет, сама стараюсь не лезть в чужую личную жизнь, но меня часто фотографируют, даже когда я этого не хочу, не зацикливаюсь на этом и не считаю проблемой. Предпочитаю сама делиться информацией в социальных сетях, даже зная, что она может вызвать разную реакцию, как позитивную, так и негативную, говорит Трусова. У спортсменки спросили, составлен ли список гостей на свадьбу с Макаром Игнатовым и заказан ли свадебный наряд. Пока всё в процессе, все вопросы обсуждаем с Макаром и решаем вместе, сказала Трусова. Стало известно, что Софья Самоделкина должна стать свидетельницей на свадьбе Трусовой и Игнатова. Об этом Самоделкина сообщила в интервью. Выпуск шоу-кондитер «Дети» с Камилой Валиевой перенесли. Серия торт для Камилы Валиевой должна была выйти на телеканале «Пятница» 2 июля, однако выпуск отсутствует в телепрограмме. Изменения в программе. Выпуск с Камилой сегодня не выйдет. О новой дате и времени сообщим, как только у нас будет информация, сообщила фан-группа фигуристки. Несколько фигуристов вошли в пул антидопингового тестирования Международного союза конькобежцев на сезон 2024-2025. Камила Валиева включена в регистрируемый пул. В нём спортсмены указывают часовой окно, во время которого они должны быть доступны для тестирования по указанному адресу. При этом они могут быть протестированы и в любое другое время. В расширенный пул вошли фигуристы Иван Букин, Александр Калямов, Анастасия Мишина, Аделия Петросян, Евгений Семененко и Александра Степанова. Международный союз конькобежцев предоставил квоты на участие россиян в юниорском гран-при. Воспользоваться ими можно будет в случае допуска к международным стартам. Российские фигуристы будут иметь по одной квоте в мужском и женском катании, а также в танцах на льду на двух этапах из семи, в парном катании по одной квоте на трёх этапах из четырёх. Илья Вербух считает хорошим знаком то, что ИСУ предоставил квоты на участие российских юниоров в серии гран-при. Эту новость можно оценивать как «Лёд тронулся». Это большой хороший знак. Действительно, это архи необходимо нашим ребятам. Уверен, в нашей федерации была проведена огромная работа. «Оцениваю это исключительно как движение в правильном направлении. То, что чемпионаты по фигурному катанию без участия России теряют не только качество и зрелищность, понимают все», — сказал Овербух. «Японская фигуристка Каори Сакамото представила новую короткую программу. Прокат вызвал разную реакцию в нашем телеграм-канале. Вы тоже можете прямо сейчас посмотреть и оценить прокат трёхкратной чемпионки мира. Ссылка на наш телеграм-канал в описании под этим видео. Также там вы найдёте множество эксклюзивных видео. Присоединяйтесь, ссылка в описании под этим видео». Спасибо за просмотр. До новых встреч!